Чё-то от меня отходишь. Он от меня отходит, как будто у меня бомба в руках. Так ты расскажи что-нибудь подписчикам интересное. Да ты всё рассказал, как всегда. Ничего не сказали. В общем, я никогда не видела двухэтажных поездов. Ну, я, короче, думаю, что на... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Всем привет! Мы сегодня... С вами, во-первых, канал Шеринскир и его ведущий Ликита Лукашев. Мы сегодня снимаем... А это кто? Ты представься. Для вас Аделия Рустамовна. Ладно. И Аделия. А как я буду? Кто я? Аделия. Кто я буду на канале? Корреспондент. Вот придумайте в комментариях, кем я буду на этом канале. В общем-то, мы сегодня отправляемся в прекрасное путешествие. Да, мы едем в Мурманск на марафон «Праздник Севера». Вы уже видели об этом запись. Как раз-таки это наш третий попутчик вместе с корреспондентом Дмитрием Лукашевым. И наш маршрут будет строиться так. Я хотел для начала рассказать. Мы сейчас едем вот на этом прекрасном двухэтажном поезде. Ижевск-Вековка. Мои подписчики знают этот поезд. Но так он едет прямиком до Москвы. Это что-то типа «Ласточки» в центральном регионе. Но как бы дальше мы пересаживаемся на машину к отцу. Едем на нашем бусике-микроавтобусе. И уже как бы там мы будем полностью снимать. Будет квадрокоптер, стабилизатор, фотоаппарат. И дорога будет интересная, потому что мы увидим много видов нашей большой страны. Так как преодолеем целых 2000 километров. И первое время мы проведем в Кировске. А после переедем как раз-таки в Мурманск на марафон «Севера». У нас будут горные лыжи, у нас будет трасса в Тирвасе, в Апатитах. Соответственно, долина уюта. Много чего интересного, как Бодель. Всем пока. Опять многое сказал. Непонятного. Эй, что ты от меня отходишь? Он от меня отходит, как будто у меня бомба в руках. Так ты расскажи что-нибудь подписчикам интересное. Да ты все рассказал, как всегда, блин. Ничего не скажу. В общем, я никогда не видела двухэтажных поездов. Ну, я, короче, думаю, что на этом канале нужно сделать такую интересную рубрику. Показать наш уютный номер. Ну, как сказать. Купе. Наша уютная купе. Да. Обзорчик. Ой, она выключилась. А, это не скайвер. Горе-блогер. Вот. В общем, увидимся в поезде. Все, пока. Итак. Обещаю. Мы уже тронулись. Ну, буквально, сколько? Минуты назад. Три. Три. И так вот поехали. Двухэтажный поезд, и мы на втором этаже. Тут так высоко. И вот крышка. Я, кстати, еще не ездила. Да, я в первый раз еду на втором этаже. Мы впечатлены. Потому что... Ну, я уже все распаковала. Что было. Но тут вот дают интересные штуки. Во-первых, вот такую штуку. Это тапочки. Даже зубная щетка. И ложка для обуви. Вот это меня еще впечатляет. Зеркало такое тут есть. Это я. Это у камеры. Вот. И мы у нас еды своей. И еще нам дали еду. Очень интересно, что никогда такого не было. Я часто езжу на этом поезде, потому что он идет в сторону Москвы, в сторону моего дома. Но раньше, как бы, вот таких ништяков, как тапочки и горячей еды не было здесь, кстати. Давайте сейчас при вас распакуем. Да, а на пакет. Мич-пакет. Давайте сейчас мы... Вот так вот делаем. Ну, тут как... Не то, что горячего вроде тут пока нету. Ну, кстати, вот такие вот штучки, галеты, вода. Ну, думаю, еще горячее должны все-таки принести, потому что горячее блюдо уже на пути к вам, поэтому будем ждать. Ехать нам в 12-14 часов где-то. Сделаем уже, наверное, включение в поезде, еще что-нибудь расскажем. Или уже в Вековке, когда встретимся с корреспондентом и сядем в машину, там как бы будет гораздо уже интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Шесть утра. И мы... Имя? Майкл Джордан. И мы высадились на станции. Тут все так грустно. Дождь идет. Тихо. Очень. Да, в Владимире погодка не очень, наверное, градусов 7 у нас сейчас. Дима Торзок 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 дом там там батюк арсений там в общем-то корреспондентом еще и здоровья всем привет у нас сегодня этот дорога сегодня едем далеко едем с я утром рано 4 стал заехал вековку забрал детей сейчас мы были во владимире сейчас мы создали идем в киевсе а потом мы едем самая приличная киевсе вы все тут видели блоги выходили отсюда в общем-то сейчас корреспондент вам поподробнее расскажет какая у нас будет дорога он заведует нашим маршрутом по навигатору 10 утра 30 минут еще в общем то такая история сейчас вам суздаль покажем заехали сюда перекусить позавтракать так что такая история сейчас сделаем включение из кафешки расскажи нам про маршрут пока все закрыто хотят кормить нас ну да кстати перестроиться будет но сейчас мы едем в сторону иваново потом с иваново на ярославль с ярославля на волокду с волокна на медвежегорск с медвежегорска мы идем на апатиты вот три дня живого поте так потом три дня же в мурманске бежим марафон и и возвращаемся возвращаться наверно через москву боем на свои причины этому вот так что путь у нас не близки 1700 километров я уже 200 с лишним сегодня проехал там все было века ну по 2000 короче получится за полтора дня будем комментировать все дороги приехали суды хотели перекусить но почему-то все с десяти даже киевсе с десяти странно даже люди уже и лучше на променад утренний а не только как бы кормить не хочет здесь как вы знаете много всяких таких штук так что будем комментировать дальше нашу дорогу ждите дальнейших включений интересно показать ей лет 50 где-то на 48 мне фамилия лесовская зовут елена лесовская и она себя называет лиса мне прям вот ну и рубрика называется лиса рулит она вот каждый раз какую-то машину обозревает причем вот ульяна с мужиками общается много она вот ну когда говорит видно женщина на себя держит форме и при этом вот но вот в плане вот езды вот эти вот по машине она вот близко к мужчинам это все рассказывает то есть этот не не какой-то там так вот я на все заходит лесовская вот она работа работа изнутри найдет заехали мы точно сюда мне кажется мы туда заехали на какое-то место какое-то интересное место было бы проехали где-то 500 километров преодолели долгих осталось еще где-то 1500 чем-то нам ехать ждите кадров с квадрокоптеров падали вам что-нибудь еще расскажет скажет мне самочувствие я проспала половину дороги потом я еще немного посидела и снова поспала дорога нормальная меня немного укачивает мне даже это нравится а вот кстати прикольно что-то где же горст да кстати нам куда надо дальше мы поможем вот так вот сейчас мы будем кушать и поедем вперед в общем то мы покушали в этом публике у нас следующая остановка планируется уже наверное поздно вечером планов доехать до медвежьегорска с минимальным количеством остановок здесь кстати есть вот такая штука наверное единственная дальше таких штук не будет до приличных поселений заряжать всякие тесла электрокары но честно говоря если вы здесь зарядите то дальше течение 600 километров ничего не будет и вероятнее всего вы где-нибудь сложите лапки под медвежьегорском не доедете никуда потому что таких заправок больше не будет но вот я говорю у нас следующая остановка планируется уже где-то там но я очень хочу записать еще кадры скудрокоптера в районе в районе наверно ладонежского озера там будет момент где мы будем приезжать очень очень близко прям очень близко и скоптера будет возможность скорее всего достать долететь до озера и классно его для вас как раз таки заснять так что надеюсь такая возможность у нас будет и и вы увидите красивые кадры соответственно с воздуха с нашей поездки и уже будет включение на квадрокоптере у аппетитов и допустим если у нас была бы электричка там вот я бы скандитер у него этот автобус у него батарея 140 киловатт примерно я думаю это и даже по 20 на 5 сто а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Так, сейчас я хотел идти в туалет и сфоткать, и вообще тема выглядит четко. Итак, времени у нас на часах. 11.40 московская. 11.40 по Москве и мы приехали к местам назначения, буквально к дому, в котором будем жить. Да, здесь в общем-то дома конечно не айс, в апатитах будем жить. Пятиэтажка, фанелька, ну или это же панельные? Фанельные домики, в общем-то у меня с этими домиками очень север ассоциируется, когда приезжаешь прям, такие плохенькие домики, но здесь новостроек нету, так что вообще, кстати, весь город Кировск занят, негде жить, апатиты были единственным вариантом, это квартира как бы, так что вот такое вот у нас будет, вот такое проживание, так что сделаем еще включение изнутри, покажем наше жилище. Нашу хатун. Да, сейчас нам ее отдадут. Ой, мы наконец-то приехали в апатиты. Сколько мы проехали, 1700 или 2? Я проехал 2, не знаю сколько. Ну, в общем-то, мы проехали 2000 километров, по сути, у нас полтора дня дороги, у него всего день, но ему от этого не легче, потому что он был за рулем, у нас второго водителя, к сожалению, пока нет. Но мы заехали в квартиру в апатиты, здесь, конечно, домики такие, все равно старенькие, панельные в основном, и вот такое у нас жилье на 3 дня будет, квартирка сама внутри реально неплохая. До переезда в Мурманск, в целом этого будет достаточно. У нас тут хлам, куча вещей. Здесь есть у нас туалет. Сейчас я получше вам сделаю. Вот так вот. Ну, еще есть спальня, в общем-то. Все самое необходимое есть. Вид из окна. Вот такой вот. Так что сегодня поедем, наверное, на горнолыжку. Еще планируем. И, возможно, вечером куда-то сходим погулять. Давтра полный день по программе лыжи, горные лыжи и поход в один прекрасный ресторан. Так что такие вот дела. Будем еще снимать на горных лыжах сегодня. Семейство кроксов теперь у нас. Респондент купил такие же штуки-дрюки. В общем-то, мы пьем чай и выходим на улицу кататься на горных лыжах. Сейчас приедет мурманский папа Дима Медведев. Вы его уже немножко видели на канале. В прошлом году на вкатке. Так что мы не сидим. Где-то минут 40 поспали. И надо все-таки заниматься делами. Видим на большой водогавр. Заряженные. В общем-то, там нас Дима Медведев ждет. Может быть, мы с ним сегодня и встретимся. Но проверим свой уровень катания. Я не катался, наверное, года 2-3 уже на горных лыжах. С того раза, как мы сюда ехали в 2019 году получается. Даже больше. Ну, в конце 2019-го получается. Для 2020 года начала. Так что такая тема. Обязательно мы на горе заснимем вам. И сделаем включение. Приехали на большой водогавр. Сейчас пойдем в кассу. Покупаем скипасы. Инвентарь некоторые в аренду. Надо взять камеру хранения. Но, в общем-то, здесь два спуска. Городской и еще другой есть. С другой стороны. Конкретно у нас сегодня погонять не получится. Всего 2 часа еще. Будет работать склон до 7 часов. Мы как-то поздно приехали. Каткали пока все как бы. Народ еще катается. Кстати, народу реально много на природке. Но, собственно говоря, нам сейчас приедет наш товарищ. Думаю, несколько спусков мы осуществим. Но этого вполне хватит. Потому что я как бы уже не такой любитель горных выше. Все-таки больше, что беговым. Поэтому, думаю, несколько спусков для получения удовольствия. И не совсем сложных. Мне лично хватит. Так что я уже в Гавле. Надеюсь, меня слышно. Это не городской спуск. Это получается... Ну, нам удобней. Не знаю, честно сказать, как он называется. Городской. Вон там, где Минобасовка. Это ресторан новый. Но, как бы, здесь нам удобнее было заехать. Как бы, Дима Медведев, наш друг, с городского подъехал. И мы с Минобасовской. Было удобнее и там. В принципе, и не все. И можно, как бы, с одной горы на другую глядя через подъемники. Я вот спустился оттуда сверху, с плато. В целом, навык какой-то еще остался. Так, сначала страшновато было. Сейчас я сделал включение. И там, как бы, мой папа занимается Аделией. Ее немного обучает. Она катается, ну, скажем так, не на опыте. У нее не было, как бы, возможности, как раньше у нас, кататься достаточно часто. Но, как вы видите, погода хорошая. Вид хороший, единственное, это прохладно. Очень так ветрено, я бы сказал. Но этот спуск не очень крутой. Нет, ну, крутые точно, как бы, не надо. Я сам не поеду. Так что сейчас буду дальше спускаться. Пока камеру не буду наверх прицеплять, пока не раскатался. Потом, может быть, цепанул. Ну, или завтра уже. Мы встретились все-таки с корреспондентом Мадели. И вон они едут. Спустились с вершины. Ну, где-то спуск тут занимает 3-5 минут. У меня 1800 метров. Вот этот был бы чуть подлиннее. Но мы вроде как хотим перейти на городской склон. Я их сейчас подожду. Он мое катание оценил на двоечку. С плюсом. На тройку спинялся. Так что такие вот дела. Вот он, учитель. От бога приехал. В общем-то, сейчас, наверное, переезжать будем на другой склон. Смотри. Да. Все, привет. Ты себя видишь? Большой Удьявол, да. Я себя вижу. Большой Удьявол. Покатались. Надеюсь, меня слышно из-за ветра. Получается, это какой спуск? Я так и не понял. Это не городской спуск. Мы едем сейчас на городской спуск. На его сторону. А это северный склон, получается. Тут мы катались. Смотри, спуск я провел. Неплохих. А теперь мы поедем. Вот сюда я ехать не хочу. Вот на этот. Я хочу ехать там, где чайники катаются. Потому что тут, честно говоря, стрёмно. Так что такие дела. Солнышко садится уже. Где-то 6 часов. Камни. Камни. Только оно еще стеклом закрывается. Там ветра нет. Там ветра нет. У меня камера. А, камера, да. Ребята. Всех с добрым утром. У нас прошел вчерашний день успешно. Я, конечно, вечером уже не снимал. Но мы прекрасно покатались на горных лыжах. К сожалению, я, получается, не заснял спуски. Потому что, видимо, голову просто сдохло. Но пару кадров было уже, когда я ее цепанул на голову. Это, конечно, хорошо. Но сегодня мы на второй тренировке поедем снова на лыжку. И там я уже постараюсь несколько спусков заснять. Тем более, я так, как бы, еще камеру не крепил. Идеально, получаются прикольные динамичные кадры. Это разнообразит канал. А на первой тренировке мы пойдем сегодня на кататься с Витведевым, с нашим другом в Тиросе. Многие, наверное, знают это место. Потому что оно очень популярное среди лыжников. Там проводят в катку. Там очень классный отель. Вчера там ужинали на шестом столе. А сейчас я бегу на зарядке. 7.50. Чтобы после дороги немного мышцы размять. Не было отека. Надо небольшую зарядку делать. Пробежаться. Посмотреть, в общем, минус 14 градусов. С погодой ведет. Солнечно. Полетаем на квадрокоптере. Ну, вот я в Тиросе. Я все зарядил. Кстати, купил себе белые сломоны. Сноу-кроссами. И очень довольны. Мои красные шпасты, которые я сделал обзор, но так и не выпустил пока. Уже ушли в отсадку. И бегаю в этих бархатных тягах. И корреспондент еще нашел одну пару фишек. 12.4. 3D-шки с офигенной структурой Рамзару. И надо ее как бы испытать прям. Сегодня очень хочу на ней покататься. Так что давайте. До включения. Вы посмотрите, сколько тут просто снега. По сравнению даже с Ижевском на улицах. Продавать можно уже в другие регионы. Потому что его здесь реально много. И он белый. Вообще классно кататься. Одно удовольствие. Он здесь, наверное, до мая будет так и лежать до конца. Говорят. Живешь как бы и вон там у тебя вид на гору. Как бы люди встают и идут на работу каждый день. И видят горы. Вот такая как бы есть Россия. И жизнь, конечно, не думаю, что многие бы хотели жить на постоянке. Но туристом на неделю-две приехать сюда и покататься на горных беговых лыжах, конечно, труд за радость.